Едем дальше. Следующий матч, один из самых тоже интересных в туре. Все, что касается Динамо, это все интересно, да, потому что команда стоит, команда ведет борьбу за выживание, чтобы не попасть в зону переходных матчей как минимум. Там и Анжи же победил, да, потянулся чуть-чуть, так что еще и о прямом вылете можно говорить здесь в данном контексте. Пока Динамо 12, но Уфа на 1 очко всего лишь отстает, находясь в зоне переходных матчей. Динамо, Амкар, 29 апреля, играют они в 7 часов вечера, в пятницу. На мой взгляд, Амкар лучше организован, чем Динамо, причем во всех линиях. Единственное, будет Белоруков у них пропускать, он и капитан команды, и играющий тренер, как они говорили. И Пиева, да, и Пиева не будет, потому что он в Ростов, контракт, там конфликт с Гаджиевым. Вот, ну знаешь, Пиев это игрок не стартового состава был, но когда он выходил, он помогал, усиливал игру. А Белоруков, да, это столб обороны, и его отсутствие, оно может сказаться, тем более на выезде. Поэтому здесь все будет зависеть, как тактическую игру, постой Динамо, и во сколько форвардов они будут играть. По большому счету, если двух выставлять, можно атакующий вариант такой, выставлять, если Ташаев поправился, да, и Погребняк с Бечераем, и Плюс Ионов, да. Вот тебе, пожалуйста, группа атаки какая, понимаешь, и Плюс под ними забнит еще, вот как он играл, да, и поэтому там группа атаки может приличной быть. Но для Динамо, видишь, как… Там психология, мне кажется, уже у них слишком давит. Не, ну ты знаешь, они хорошо, они хорошо игру, по большому счету, они, если брать вот все до этого игры, которые они проводили, да, они же там в двух матчах по 4-1 проигрывали, столько пропустили. Здесь они как раз хорошо организовались, вот, да, и закрылись, и у ЦСКА проблемы были, и не будь вот этот стандарт, там еще неизвестно, что закончилось. И Кобелев остался доволен, и… Презитив им пойдет, вот, они должны почувствовать хоть в какой-то степени уверенность, да. Но, видишь, как, на ЦСКА не настраивались, а на Амкар, на Амкар, хотя, на мой взгляд, игра будет сложнее, чем, сложнее, чем в ЦСКА, да, потому что Амкар, во-первых, он может закрыться, и они хорошо играют на контратаках, и, во-вторых, во-вторых, у Амкара на сегодняшний день, на сегодняшний день сильнее, 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 стабильнее. Линия полузащиты, чем у Динамо, вот, значит, раз сильнее полузащита, то они могут под контроль центра поля взять, и Динамо тяжело будет владеть инициативой, а если ты не владеешь инициативой, то и выиграть будет значительно тяжелее. Ну, вот, поэтому... Ну, крылья выиграли, у Динамо не владеется инициативой. Да, да, да. А эти, на эти эти, у них Баванович, Камолов, потом Гол, вот этот поляк, а порные хавы, хорошие там, эти, легионеры, да, вот, плюс Прудников есть, Прудников есть. Ну, они же Динамо в кубке недавно разорвали 3-1, да? Да, да, поэтому будет очень сложно. Прогноз? Ко всему еще, чтоб ты знал, Амкар у себя дома хуже играет, чем на выезде. Они вот в этом отрезке, ну, после зимнего перерыва, да, они пять очков взяли на выезде и только очко дома. Поэтому я буду на ничью ставить, на ничью ставить результативную, результативную на 1-1, да. Вот, ну, знаешь как, это игра, это игра на этот, на три счета. Здесь как может качнуться как в сторону Амкара, так и в сторону Динамо, вот. Вот, но еще раз повторяю, если брать, брать, кто на сегодняшний день по игре лучше выглядит и более организованный, то и там как. И плюс, и плюс Гаджи Гаджиев, который, ну, более опытный тренер, чем Кобелев на данный момент. Еще четыре матча мы готовы.